Деревянная бочка и катка – две емкости для хранения продуктов, без которых не мог себе представить свой быт ни один симбирянин. В купеческом подвале Центра музея Ивана Александровича Гончарова они стоят рядом. Основное отличие катки от бочки заметно невооруженным взглядом. Катка может находиться только в стоячем положении, а бочку, закрыв крышкой и затычкой, можно положить и перемещать в лежачем положении. Обычно в кадях держали хлеб, крупу, зерно и муку. Бочка была универсальной тарой. В отличие от керамических сосудов, она могла выдержать достаточно тяжелые механические нагрузки. В России бочки делались из разных пород древесины, в зависимости от области применения. Например, для меда лучше подходила липовая бочка. Она же была неотъемлемым спутником сахару, муке и зерну. Для вина, пива и коньяка заготавливался дубовый бочонок. Дубовые бочки со съемным дном использовались для различных солений. И сегодня совершенно не сравнить вкус бочкового огурчика со вкусом огурца, засоленного в стеклянной банке.